Значит, вот смотрите, допустим, я хочу хранить информацию про все наши, всю информацию, которая мне нужна для того, чтобы работал сайт с домашками. Значит, какие там вообще, как вообще должна быть устроена структура информации на этом сайте? Кто там вообще есть? Какие там можно создавать таблички, как они должны быть друг с другом связаны? Ну, например, там есть такая табличка, которая называется табличка Users. Значит, вот у нас есть табличка Users, ну и там у пользователя есть какие-то свойства, которые соответствуют строчкам этой таблицы. Например, есть фамилия, имя. Есть e-mail, там есть какой-нибудь пароль, чтобы проверять, как вы туда залогинились. Что еще есть у пользователя? Какие еще свойства есть у пользователя? Да. Ну, домашки, может, какие-то. Домашки. Так, давайте смотреть, как оно все должно быть устроено. Значит, вот есть, например, домашка. Домашка – это, в принципе, тоже какой-то отдельный объект. У него тоже есть какие-то свойства. Значит, вот есть штука, которая называется assignment. assignment – домашка. И у каждой домашки есть тоже какие-то атрибуты. Например, есть атрибут… Какие есть атрибуты у домашек? Оценка, как минимум. Оценка – это не атрибут домашки. Количество баллов. Задание. Максимальное количество баллов. Хорошо, допустим. Значит, max points. Число людей, которые ее сдали. Ну, такой атрибут, конечно, существует, но хотим ли мы его, как бы… Ну, вот смотрите, я хочу хранить те атрибуты, которые невозможно вычислить. Вот, например, количество людей, которые сдали данную домашку – это какой-то атрибут, который можно вычислить, если мы будем знать, кто сдал домашку. Нам нужно знать, кто сдал домашку. Поэтому, скорее, атрибут типа количества людей, которые сдал эту домашку – это такой производный атрибут, который мы будем вычислять, а не хранить. Значит, какие еще атрибуты можно хранить, допустим, про домашки, про сайны? Тема домашки. Тема, ну да. Ну, на самом деле, конкретно там хранится просто ссылка на файл с условием. Значит, есть там просто какая-то ссылка на IPNB-файл. Давайте я буду считать, что он просто называется IPNB. Так, ну хорошо. Какие есть еще атрибуты у домашек? Когда была сдана домашка. Сейчас, значит, смотрите, давайте так. Я под домашкой сейчас подразумеваю assignment, то есть я подразумеваю условия, а не данную загрузку. Дедлайн. Дедлайн, хорошо, дедлайн, да, хороший атрибут. Дедлайн. Значит, вот есть такой assignment, есть такие users, есть еще, ну, смотрите, на самом деле, секрету скажу, что в этой системе не только наш курс, но еще есть другие курсы, поэтому есть еще такая сущность, которая называется курсы. Вот, ну, у курса там есть тоже какое-нибудь имя. Ну, и хватит пока. Ну, тогда, наверное, надо либо юзерам, либо курсам добавить, чтобы как-то соотносить юзеров и курсов. О, это очень хороший вопрос. Значит, давайте посмотрим, как у нас будут соотноситься разные объекты. Значит, есть юзеры, есть assignment, есть курсы, и чего еще нужно? Значит, пользователи сдают submission, загрузки. Значит, у нас есть еще submission. У submission есть дата сдачи. Есть, опять же, тоже ссылка на файл с загрузкой. Ну, вот давайте смотреть, какие бывают вообще. Ну, допустим, вот у меня есть четыре типа сущностей в моей базе. Вроде бы это похоже на правду. В общем-то, у меня есть четыре таблички такие. Табличка пользователей, табличка assignments, табличка курсов, табличка submission. Вроде бы, кажется, наверное, и все, что мне сейчас нужно. Давайте посмотрим, какие между ними есть отношения. Значит, во-первых, есть такое отношение. Давайте смотреть. Что с чем соотносится, как? Submission должно соотноситься с assignment, а assignment должно соотноситься с курсом. Да, совершенно верно. Значит, есть вот такие, есть такие, значит, можно такие стрелочки ставить. Значит, во-первых, submission принадлежит какому-то assignment. Значит, когда вы загружаете работу, вы ее загружаете не абы куда, вы загружаете в слот для конкретного assignment. Дальше. Assignment, когда я создаю, я его создаю для конкретного курса, например, для вашего. Значит, вот такое есть отношение. Дальше. Что вы можете сказать про пользователей? Submission, мне кажется, должен соотноситься с юзерами. То есть, с юзерами, например. Submission должен соотноситься с пользователями. Значит, это что означает? Это означает, что у нас каждый submission принадлежит какому-то пользователю. То есть, каждый submission принадлежит какому-то assignment, то каждый submission принадлежит какому-то пользователю. Хорошо. Чего еще есть? Какие еще есть связи? Ну, юзеры должны соотноситься с курсами. Да. Юзеры должны соотноситься с курсами. И тут, на самом деле, это в какой-то мере самая интересная часть, потому что как юзеры соотносятся с курсами? Юзеры принадлежат курсам или курсы принадлежат юзерам? И так, и так. И так, и так. Каждый пользователь может быть записан на несколько курсов. Естественно, на каждый курс записано несколько пользователей. Поэтому вот здесь везде, где я только что рисовал, у меня были стрелочки в одну сторону. А тут я поставлю стрелочку вот так вот в обе стороны. Вот. Значит, есть вот такие соотношения между этими табличками. Теперь, как бы нам эти соотношения реализовать в самих табличках? То есть у нас, на самом деле, есть просто таблички, больше ничего нет. Но нам нужно как-то в этой табличке закодировать вот эти соотношения, вот эти связи, отношения между табличками, которые мы сейчас нарисовали стрелками. Значит, на самом деле, у нас у каждого из этих сущностей есть еще один атрибут, который называет идентификатором ID. То есть вот здесь есть какой-то ID, здесь есть какой-то ID. У курсов есть какие-то ID. И у сабмишенов есть какие-то ID. То есть в рамках системы каждая из сущностей однозначно идентифицируется по своей ID. Как теперь реализовать вот эти соотношения? Например, как реализовать соотношение, что сабмишен принадлежит какому-то юзеру? Ну, в сабмишене может быть прописан в каждом юзер ID. Да, совершенно верно. То есть, смотрите, тут как бы у нас есть такое соотношение, что у нас каждому объекту вот здесь может соответствовать много объектов вот здесь. Это называется отношение один против много. И реализуется оно так, что ставится ссылка в обратную сторону. Значит, у нас вот эти объекты принадлежат вот этим объектам, но ссылка ставится вот такая в обратную сторону. Значит, вот здесь у нас будет юзер ID. Здесь будет юзер ID. Дальше. Значит, у сабмишена есть... Значит, сабмишен принадлежит ассайдменту, поэтому тут будет ассайдмент ID. Значит, это я обработал вот эту стрелочку. Я буду стирать те стрелочки, которые я записал в структуру таблиц. Значит, чего еще нужно сделать? Ассайдмент нужно с курсом связать. Да, нам нужно еще... Значит, еще здесь есть курс ID. Так, и теперь самое интересное. Чего делать с вот этой стрелочкой? Она двойная. Это отношение, которое называется many в ss many. Это означает, что у нас каждому объекту здесь может соответствовать много объектов здесь, и каждому объекту здесь может соответствовать много объектов здесь. Ну, можно в юзер добавить курс ID, а в курс ID добавить юзер с ID. Там много строчек, но типа дублирующихся, но с разными какими-то либо курс ID, либо юзер ID. Ну, сейчас, подождите, вот вы предлагаете в юзер добавить строчку под названием курс ID. А, и тогда у нас, если у человека три курса, то будет три строчки... А, то вы предлагаете создавать трех разных юзеров. Вы предлагаете фактически создать трех юзеров, в которых будет одинаковый first name, last name, email, password, а отличаться они будут только тем, на каком данный пользователь. Окей. Это массив в юзерах, типа просто массив курс, на который он записан. А что такое массив? В SQL нет такого понятия. Значит, у вас как бы в каждой строчке написано... Значит, каждая строчка — это просто тапл каких-то элементов. Значит, теоретически, да, если бы мы это делали бы с помощью там питоновских словарей, то можно было бы подумать о том, что давайте мы вот в словарик юзер, в словарик, который будет соответствовать пользователю, добавим просто штуку, которая называется Courses, и это Courses, там, допустим, first name — это будет строка, а Courses — это будет список курсов. В питоне такое можно было бы сделать. А вот когда мы проектируем SQL-ный баз данных, такое обычно не делают. Ну, то есть, трудно записать, нет такого... В SQL нет такого, как бы, типа данных, как список. Каждая ячейка в таблице — это атомарный объект. Вот. Значит, было предложение... В теории мы можем сделать кодировку каждого набора курсов, любого набора курсов в одно число. Но мне кажется, типа, просто для пользования интуитивнее будет создать курс ID и юзер ID. Да. Значит, ну, теоретически, да, теоретически можно было бы, конечно, закодировать все наборы курсов, но представьте себе, что у вас потом добавился новый курс. Это что означает? Это означает, что вам нужно будет... Ну, как бы, да, количество кодов удваивается каждый раз, когда добавляется новый курс. Операции нужно как-то писать. Ну, действительно, на самом деле делают так. Вот для такого отношения создают отдельную таблицу. Значит, для отношения много-много создают отдельную таблицу, допустим, user-course. И эта таблица хранит исключительно вот эти отношения между пользователями и курсами. То есть она создает из двух столбцов. Значит, у нас есть два столбца user-ID и курс-ID. И больше ничего там нет. Понятно, что вот таких вот строчек может быть сколько угодно. То есть у вас могут быть несколько строчек с одним и тем же курс-ID разными user-ID или наоборот. Просто каждая пара пользователей-курс – это отдельная строчка в этой табличке. Ну, и это гораздо эффективнее, чем размножать пользователей и размножать курсы. Потому что, ну, в данном случае нам приходится размножать только вот такие вот записи, а все вот эти вот штуки нам не нужно размножать. Поэтому мы просто таким образом экономим место. Значит, вот такое соотношение, оно действительно задается вот такой вот табличкой. Ну, и, собственно говоря, все. Теперь после того, как мы это сделали, у нас есть полностью все соотношения, которые нам нужны, они заданы. И теперь мы можем с помощью SQL-ного синтакса делать всевозможные запросы, типа выдать все ассайнменты данного пользователя или выбрать, ну, точнее, не можем выбрать все ассайнменты данного пользователя, потому что ассайнменты не принадлежат пользователю. Можем выбрать все курсы данного пользователя, а потом для каждого курса найти все ассайнменты этого курса и таким образом выяснить, какие же ассайнменты нужно пользователю показывать. Вот. Значит, это была структура. Давайте посмотрим, как все это на самом деле выглядит. Я заготовил для вас табличку, которая похожа на ту табличку, которая крутится на селье. Точнее, не табличку, а целую базу данных. Так, давайте я это закрою. Значит, по вот этому слайду есть какие-нибудь вопросы? Нету. Хорошо. Если вопросов нет, тогда я его закрою. И давайте вернемся в питончик. Так, я хочу запустить ноутбук и расшарить его. Значит, я сделал уже готовый SQLite файл. Сейчас я только его найду. Ссылка-то есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В том, который вы сейчас работаете. То есть я отправил ссылку в чат. Ну, можно сделать так. Так, реквестс. Реквестс. Реквестс не от эту ссылку. Так. Все. Все. Значит, я его скачал и сохранил в текущем каталоге. Значит, я на всякий случай, не помню, я рассказывал это или нет. Значит, поскольку это не текстовый файл, я не хочу его никак преобразовывать, а хочу просто записать как есть. То есть вот там есть какая-то последовательность байт нам. Отдал сервер. И я хочу ее просто как есть записать в файл, безо всяких там перекодировок и так далее. Поэтому я открываю файл вот в таком режиме. Вот эта буква B означает binary. Это значит, означает, что я открываю файл не в режиме текстовом, когда я буду в него записывать какие-то строчки, а в режиме, когда я буду записывать в него просто какие-то абстрактные байты. И дальше я использую метод write. И этому методу write я скамливаю объект R content. В отличие от .text, .content это последовательность байт. Вот видите, начинается с буквки B. Опять же, никак не закодированные, просто чистые байты. И, соответственно, я просто их записываю в файл. И теперь я могу с помощью SQLite эту штуку открыть. . Значит, connect great book SQLite. Значит, теперь я могу сделать курсор. Могу вместо курсора пользоваться пандасовской штукой. . Значит, допустим, я хочу посмотреть, какие вообще таблички есть у меня в базе. . Это можно было бы теоретически сделать разными способами, но сейчас мне нужно использовать такую штуку. Допустим, select. Сейчас. Никогда не помню, как это делается. Давайте просто загуглю. Гуглил буквально несколько минут назад, но уже забыл. Значит, list all tables SQLite. . Видео просят вот такую штуку использовать. . Вот. Значит, вот все наши таблички. . Ну и, в принципе, видно, что это ровно те самые таблички, про которые мы только что говорили. Значит, вообще SQL все хранит внутри табличек, поэтому, например, список всех таблиц, которые есть в текущей базе, тоже хранится в специальной табличке, которая называется SQLite Master. Ну, тут это уже как бы касается не SQL как такового, а это касается конкретно той системы для работы с базами данных, которые мы сейчас используем. То есть, допустим, в MySQL это может быть по-другому. Там может быть какая-то другая команда. Ну, по камере здесь она так сработала. Ну, и можно посмотреть на то, что в этих табличках записано. Так, давайте, мне надоело каждый раз писать pd read SQL. Давайте я какую-нибудь функцию создам покороче. . Значит, пусть она мне возвращает вот эту штуку. . Значит, например, я могу посмотреть, что у меня тут написано в табличке Courses. Ну, вот, значит, идентификатор, год, как он называется и активен он или нет. . Можно посмотреть, как эти курсы выглядят. . Ну, а как так они выглядят в базе? Ну, в настоящей базе там чуть побольше полей, потому что там есть название, длинные курсы, еще, может быть, какие-то характеристики. Вот. Ну, давайте посмотрим на остальные таблички. . Значит, что у меня там есть? Курсы. Сабмишены. Сабмишены. Так, на этом большая табличка. Нет, не очень большая. 22. 22 сабмишены. . . Значит, табличка создавалась в прошлом году. Поэтому список юзеров у меня был тогда злободневным, а сейчас нужно было что-то другое придумывать. Но мне было неохота. Вот. Значит, давайте попробуем теперь из этих табличек что-нибудь подобывать. Например, я хочу получить, ну, там, в идеале я хочу получить там оценки каждого пользователя. . Чтобы получить оценки каждого пользователя, мне нужно, например, найти все его, значит, все его сабмишены, распределить эти сабмишены по эссайнментам, там, учесть вот эту максимальную оценку для каждого эссайнмента, и дальше чего-то там еще как-нибудь усреднить, допустим, по эссайнментам или посчитать сумму. Вот. Ну, то есть, короче говоря, нам нужно устанавливать соответствие между пользователями и посылками, потому что именно посылки, именно сабмишены имеют оценки. И, значит, делается это через, значит, сейчас, у сабмишенов есть пользователи. Давайте попробуем ассоциировать пользователей с сабмишенами. Значит, где у нас тут есть сабмишены? Вот, есть сабмишены. Илья, а можно вопрос? Да, давайте. Вот у нас есть, сейчас, а можете вниз прокрутить? Вот у нас есть ID, почему бы нам не назвать его типа User ID? Ну, допустим, у нас есть в одной таблице ID и в другой таблице ID. Да, это ничего страшного, это за нас уже все решили, сейчас увидите. Значит, дело в том, что если у вас, значит, в SQL эта штука устроена так. Если у вас есть, например, две разные таблицы, у которых есть одни и те же названия колонок, то вы можете различать эти колонки тем, что вы пишете название таблицы перед колонкой. Да, я понимаю. Я просто говорю визуально, что если у нас есть одна таблица с людьми, другая таблица с курсами, и там одна и та же колонка ID и ID, можно случайно подумать, что это один и тот же ID. Хотя первый у нас смысл User ID. Нет, никто не подумает, что это один и тот же ID. Никто так не подумает, нет. Скорее принято вот так, как сделано, что тот ID, который относится к объектам этой таблицы, он просто называется ID. А если у меня как бы отсюда есть ссылка на другой, на другую таблицу, то она может называться как-нибудь по-другому. поэтому, как бы нет, обычно так не делают. Но я говорю в SQL, в этом смысле хороший синтаксис, который позволяет легко различать одинаково названные столбцы в разных таблицах. так, давайте попробуем сделать какой-нибудь join. Значит, давайте я покажу, ну, например, так. select, звездочка, from, знаете, что я хочу, from users, join, submissions. И здесь в этом join я должен указать, с чем я должен ассоциировать. Значит, from submissions, он, значит, здесь можно указать user ID равняется submissions user ID. Давайте проверим, что я не ошибся с названием колонок. Да, вот у нас в submissions есть колонка user ID. Соответственно, здесь я пишу условия, по которым я прижойниваю. Условие вот такое. User ID должен, значит, содержимое колонки ID в таблице user должно совпадать с содержимым колонки user ID в таблице submissions. Ну, давайте посмотрим, что получается. Ничего не получается. Почему? Потому что нет такой колонки user ID, потому что называется users.id. Вот. Значит, вроде бы похоже на правду. Давайте посмотрим. Ну, действительно, у меня теперь вот здесь вот отображаются эти самые submissions и видно, что действительно вот, например, три submission, которые относятся к user ID, и они действительно сопоставили с этим сам user ID. Илья, у нас не возникла бы проблема, что у нас столкнуться с названием myID, и у них разный смысл. Ну, это у меня так сейчас просто в Pandas она отображается. На самом деле, если бы я использовал бы просто вот такую штуку, то тут бы этой проблемы не возникло, потому что тут вообще нет никаких названий столбцов. Ох. Так, Егор, кажется, уже сделал какое-то решение. Решение задачки про нахождение оценок. Круто, но давайте мы потихоньку к этому будем идти. Так. Давайте. Значит, да, я не знаю, может быть, можно сделать так, чтобы Pandas добавлял бы название этих самых. Ну, давайте посмотрим, нет там никакого специального ключика, чтобы он добавлял бы название таблиц. Ну, видимо, нету. Ну, можно посмотреть, значит, он на самом деле вызывает Reader SQL Query, наверное. Какие у него есть параметры? Database Driver Intended. Нет, не знаю, можно ли сделать так, чтобы он автоматически добавлял бы название таблицы. Не знаю. Может быть, что и нельзя. Так, где это я? Ну, надо сказать, что мы сейчас все равно не будем работать с этими табличками, по крайней мере, пока. Значит, мы просто… Я сейчас просто использую Pandas для того, чтобы покрасивее отображать вот этот output. Я мог бы его отображать вот так в виде просто списка таплов, но в виде такой пандасской таблички покрасивее немножко все это выглядит. Ну, в принципе, я мог бы сделать вот что. Я мог бы не автоматически сделать разницу, а я мог бы сказать вот тут. Давайте я верну здесь RS. Я мог бы сказать так. Select, например, UsersId, FirstName, LastName, а здесь, например, Assignment, AssignmentsId и, допустим, Grade. Ну, с очковом на AssignmentsId. Ну, потому что она не Assignments Submissions. Нет, все равно он не понимает, что я хочу. Хорошо. Хорошо, если я вот так сделаю. Вот так можно сделать. Вот. Значит, если вы хотите их переименовать, то можно сделать вот так просто в самом себе SQL-ном синтаксисе. Спасибо. Вот. Так, хорошо. Допустим, теперь можно чего-нибудь сделать с этой табличкой, скажем, можно сгруппировать здесь сейчас по пользователю и посчитать сумму. Значит, можно сделать теперь GroupByUserId и, на самом деле, сделать… Ну, давайте я отдельный запрос сделаю на эту тему. GroupByUid. Ну, тогда я здесь сделаю такую штуку, например, скажем, SumAdgrade. Заработает? Ну да, вроде заработало. Значит, так я просто посчитал сумму всех оценок для всех этих самых Submission'ов для данного пользователя, что, конечно, это не совсем то, что мы на самом деле хотим. Например, тут получается, что если пользователь десять раз подряд сдал одну и ту же домашку, то у него есть десять Submission'ов, и по каждому Submission'у есть оценка, и суммировать эти оценки явно плохая идея. Вот. Но, по крайней мере, вот такая штука работает. Давайте я еще немножко покажу разные особенности, связанные с join'ами. Во-первых, давайте покажу странную штуку. Значит, select звездочка, from user submissions. Смотрите, здесь я после from написал два разных названия таблицы, просто через запятую. Чего это такое? Это довольно странная штука. Значит, здесь 230 строчек, хотя у нас пользователей и Submission'ов было не очень много. Но дело в том, что вот эта штука, это так называемый cross-join, это когда у вас есть просто две таблички, и вы их соединяете так, что каждая строчка этой таблицы соединяется со всеми строчками этой таблицы. И, соответственно, дублируется столько раз, сколько строчек здесь. Это, кажется, довольно бессмысленная операция, но на самом деле можно с помощью этой операции эмулировать обычные join'ы. Но только это не рекомендуется, это медленно. Рекомендуется, правда. Значит, но теоретически можно было бы вот такое сделать. Значит, можно было бы сделать вот так. Where users id равняется assignments user id. Нет, что-то не работает. Потому что он не assignments, а submissions. Вот. Значит, такую штуку теоретически можно сделать, если по какой-то причине нужно. Не очень понятно, зачем. Но видно, что вот это ровно то же самое, что сделать просто join. На самом деле не совсем то же самое. Это, на самом деле, то же самое, что сделать inner join, когда мы берем все элементы, которые есть слева. То среди них выбираем только те элементы, для которых есть соответствующий объект справа. И наоборот. То есть нам нужно пересечение взять. Ну вот, значит, вот такая штука. Понятно ли, как она работает? То есть мы сначала сделали как бы вот такое, как это сказать? Значит, вот такой странный cross join, а потом выделили из этого cross join только те строчки, в которых выполняется вот это условие. Я, кстати, не знаю, будет она медленно работать или нет. Интересно, на этой табличке она будет медленно работать? Действительно, это не очень рекомендованный способ, но интересно посмотреть, что сейчас с производительностью. Ну вот через запятую это просто outer join. Сейчас, мне кажется, сейчас, просто через запятую это то, что называется cross join. Это когда у нас вообще все со всем связывается. Аутор это когда просто объединение. Давайте посмотрим, кто быстрее. Ну да, это чутка помедленнее получилось. Даже на небольшой табличке, которая у нас есть. Наверное, если бы табличка была бы гораздо больше, это было бы еще медленнее. Ну окей, давайте посмотрим на другие типы join. Ну, собственно говоря, конкретно в SQLite с типами join особо не разбежишься. Их тут более-менее два. А именно здесь есть join, а есть left join. Значит, смотрите, у нас здесь последняя строчка имеет номер 22, а здесь… Сейчас. Стоп, что-то это не то я сделал. А, потому что это я сделал с группировкой агрегированием. Уберу группировку и верну сюда звездочку. Вот. Значит, смотрите, опять же, мы с таким сталкивались, когда обсуждали Pandas. Значит, есть просто join. Ну, давайте я сделаю нормальный join здесь вместо этого странненького. From users join submissions on. Значит, это обычный join. получили последнюю строчку с номером 22, а это левый join получили последнюю строчку с номером 23. Ну и вот тут видно, что здесь есть запись, которая нет соответствия в правой таблице. Видите, здесь надо стоят, а здесь есть. Значит, это левый join работает точно так же, как левый join в Pandas. Ну, правильно было бы сказать наоборот, скорее, это Pandas списали отсюда. Вот. Вы можете попробовать сделать right join, но он не работает. Значит, видимо, конкретно в SQLite, в других SQL'ах он должен работать. Значит, теоретически должен быть еще outer join, но он тоже не работает. Значит, нужно как-то по-другому это делать, если нужно сделать outer join. Можно, например, сделать левый join, сделать правый join, а потом объединить их результат с помощью контуниона. Хотя я не знаю, как это сделать более эффективно. Вот. Ну, вот вы через where запятую сделали. Нет, ну так-то, конечно, можно, да. Да, можно сделать… Сейчас. Стоп. Нет, я не знаю… Нет, а outer join, конечно, можно сделать с помощью запятой, но там тоже хитро нужно делать, потому что там нужно проверять, там нужно проверять, что данному объекту не соответствует ничего в правой таблице, и его в этом случае принудительно включать. Подождите, а where через запятую он только… Нет, нет, смотрите, where через запятую… Давайте сделаем, сравним… Он всевозможные комбинации добавляет. Ок. Да, но после этого вы с помощью where вы выберете из этих комбинаций только те, в которых и справа, и слева что-то есть. А если мы условия не напишем, то он просто выдаст попарный… Он напишет всевозможные перемешанные комбинации, но это не то, что мы хотим. А outer join, безусловно, он не то же самое выдаст? Нет, нет, outer join – это когда… Ну, смотрите, у нас левый join выдает вот такие штуки. Вот если здесь был пользователь, который не сдавал ни одной домашки, точнее, который не загружал ни одного submission, он эту строчку добавляет. А outer join сделает то же самое и в эту сторону, и в обратную сторону. То есть, если бы у нас была бы такая бесхозная… бесхозная submission, которая бы не принадлежала никакому пользователю, то тогда эта строчка была бы тоже добавлена. Но это не то же самое, что cross join, который делается через запятую. Cross join, который через запятую делается, он просто вообще бездумно каждому элементу слева ставит, соответственно, все элементы справа. То есть, у вас строчка… Каждый пользователь будет повторен столько раз, сколько вообще есть submission. Это просто декартовое произведение двух множеств. Значит, вот запятая или cross join. А outer join тогда что такое? А outer join – это, так сказать, объединение. То есть, cross join – это декартовое произведение, а outer join – это объединение. Ну, давайте сейчас конкретно в этой базе тут даже особенно и не покажешь. Но посмотрите, значит, в outer join у нас все равно есть соответствие между данными слева и данными справа. У нас, значит, если есть какая-то строчка, то это означает одно из трех. Либо в этой строчке есть информация, которая относится к обоим таблицам, и тогда это точно submission, которая относится к данному пользователю. Либо есть строчка типа такой, в которой есть информация, которая относится к одной таблице, но нет информации, которая относится к другой таблице вообще. Либо наоборот. Значит, есть вот здесь что-то, а здесь ничего нет. Но если есть и то, и то, то это означает, что там вот это условие вот такое обязательно выполняется, что этот submission относится конкретно к этому пользователю. Окей. А на cross join там никакого условия нет. Там каждый элемент отсюда сопоставляется с каждым элементом отсюда. Вот. Так, ну хорошо. Давайте попробуем что-нибудь посложнее сделать. Значит, чего мы хотим? Допустим, я все-таки хочу посмотреть на... Чего еще можно посмотреть? Да, смотри, значит, еще есть такой способ посмотреть, например, есть ли у нас такие пользователи, у которых, например, нет ни одной домашки. Значит, или наоборот есть хоть одна домашка. Значит, делается это так. Допустим, select звездочка from... Сейчас, значит, чего я хочу сделать. Значит, select звездочка from users. и можно сделать, например, так. where users id in select user id from submissions. Интересно, заработает или нет? Не заработал, потому что я опечатался. Еще раз опечатался. О! Так, давайте посмотрим, если я хочу наоборот сделать node in. Так, сработает? Да. Значит, тут, на самом деле, я делаю довольно забавную штуку. Я создаю вот результат выполнения вот этой операции. Это как бы новая таблица. И что я здесь делаю? Я сначала создаю вот эту таблицу, а потом я проверяю, значит, для каждого из моих пользователей, проверяю, содержится ли users id вот в этой самой новой таблице. Значит, это один из способов сделать вот такую штуку. Проверить принадлежность. Ну, и вообще, вот такой вот синтаксис, который, значит, на самом деле, всюду, где ожидается, что будет написана какая-то таблица, можно подставить результат выполнения какого-то вот такого запроса. и туда будет эта таблица подставлена. Это иногда позволяет делать всякие сложные штуки, иногда это позволяет делать всякие, наоборот, хитрые штуки. Так, и union вроде должен работать, да. Значит, можно проверить, как работает union. from users where id равняется 1. Сейчас, ну, давайте, какой-нибудь более веселый сделаю задачку с... вас name равняется stark. Union. Какие у нас там еще фамилии были? Снова. Да. Значит, union просто объединяет результаты двух запросов. Значит, просто такое теоретико-множественное объединение. Оно противное, потому что оно часто медленное. Лучше что сделать? Union all. Union all? Union убирает дубликаты. Ему нужно много времени. А, ему нужно время, да, потому что это именно теоретико-множественное объединение. Значит, и действительно, если у вас возникло две одинаковые строчки в этих двух таблицах, то, значит, ему нужно будет их выкинуть. Union all не убирает дубликаты. Значит, ну вот, скорее всего, действительно, работает быстрее. Окей. Так, чего бы еще такого... Давайте что-нибудь повеселее сделаем. Значит, ну что, допустим, нам нужно объединить. Теперь мы хотим пользователя. Значит, у пользователей бывают сабмишены. Но проблема в том, что сабмишены... Значит, у каждого сабмишены есть, конечно, оценка. Но нам по-хорошему было бы еще понять, какие... Ну, то есть, плохо считать суммы по всем оценкам. Нам нужно посчитать, например, максимум по всем оценкам, которые относятся к данному сабмишену. Как это можно было бы сделать? Ну, можно было бы, например, сначала посмотреть... Тут по-разному можно делать. Я не знаю, как эффективнее. Но давайте сначала сделаем так. Можно взять и по каждому... Сейчас, значит, что я хочу. Я хочу по каждому ассайнменту для каждого пользователя найти соответствующую оценку. Значит, допустим, я хочу что сделать? Для начала я хочу для каждого сабмишена найти ту оценку, которую нужно поставить. То есть взять минимум из оценки, которую пользователь получил, и той оценки, которая является максимальной для этого ассайнмента. Значит, мне нужно как минимум сджайнить assignment с сабмишенами. Select звездочка from submission join assignment. assignment. Я не знаю, как в будущем числе называю. Он с айди так правильно неправильно неправильно почему неправильно скажу что наоборот у саммишенов есть поле который касается сайминтов так с джойнили теперь допустим я хочу на самом деле взять какой-нибудь такую штуку давайте сделаем я хочу здесь иметь саммисс шанса иди и я хочу сделать максимум из саммисс шанс грейд на самом деле я могу не писать здесь уточнение откуда я вот эти столбцы беру потому что они все равно однозначно определяются но давайте давайте я напишу вот так я посчитал для каждого сабмишена я посчитал значит ту оценку которой за этот сабмишен нужно поставить теперь я хочу чего хочу сделать теперь я например хочу а для каждого пользователя посмотрите ух мне нужно сделать мне нужно для каждого пользователя посмотреть на те эсайменты а которые к этому пользователю относятся, и по каждому assignment посчитать, например, максимум из тех оценок, которые мы получили за эти субмишины. Теоретически я могу действительно, но вот у Егора, кажется, есть решение, в котором все делается одним длинным join. Я сейчас хочу попробовать использовать просто вот эти вот штуки, как такие промежуточные таблицы. Скорее всего, мое решение может быть менее эффективным, но давайте попробуем так сделать. Значит, чего мы хотим? Я теперь хочу для каждого пользователя найти все его субмишины. Ой, что-то как-то сложно. Select звездочка from users join. Ну, субмишинс по user ID. Значит, да, сейчас я думаю. А, окей. Я на самом деле могу просто вот так сделать. Значит, здесь у нас есть субмишинс ID, и здесь есть субмишинс user ID. Интересно, я могу сделать вот так? С join и с вот этой таблицей? Наверное, могу. Ну, только вам после скобок ее надо обозвать как-то. Вот тут напишите какое-нибудь название. Можно без с? Без с просто так. Значит, как-нибудь мы эту таблицку... where... Значит, users ID равняется... Так что ли? Нет. Сейчас. Хорошо. А если я просто сделаю вот так? У меня тут есть эта штука, которая называется субмишинс ID. Во. Вот получилось. Можно было вот так написать для точности. Так, что получилось? У нас теперь для каждого пользователя есть каждый субмишин, и по этому субмишину есть final grade. Теперь мне нужно... О, нет. Чуть мне это не нравится. Мне еще ассайнменты нужны. Потому что я хочу потом усреднять по каждому ассайнменту. Ну, давайте сюда добавлю. Assignments. О, появилось. Так, теперь я чего хочу сделать. Теперь я, допустим, хочу сгруппировать group by sign ID и взять максимум от final grade. значит, допустим, я хочу теперь users ID first name last name максимум от final grade. О. нет, не так. Или так? А, нет, вроде все правильно, да. Но только я хочу все-таки еще и assignment ID оставить. Да, потому что без assignment ID оно просто, походу, максимум по каждому юзеру выбрало. Нет? То есть, ну, там же больше субмишинов должно быть, чем в Word 9. Не, ну, сейчас, смотрите, значит, вот у меня есть... Сейчас, значит, я их сгруппировал по... А, правильно, потому что мне нужно было сгруппировать не по assignment ID, а одновременно вот так. Мне нужны пары assignment и user. Усреднять мне нужно по вот этим парам. Да, значит, Егор пишет, что есть проблема в том, что вот так как мы сейчас делаем такой join, у нас вся таблица полностью скачивается, и, в общем, это, наверное, не очень хорошо. Но, по крайней мере, синтаксис такой сработал. Вроде мы получили то, что нужно. Как она может не скачиваться? А как она может не скачиваться? Нет, ну, просто если изначально сделать какой-нибудь хитрый join, если все это, всю вот эту вот логику записать в виде одного большого join, а потом там как-то все это обработать, то можно и не скачивать. Можно просто, чтобы все происходило на сервере. Ну, сейчас вот можно посмотреть то решение, то решение, которое Егор предложил. Значит, это решение той же задачи или это решение какой-то похожей задачи? Давайте посмотрим. О, еще одно решение от Егора. Так. Вот чувствуется человек с практическим опытом работать со SQL. У меня такого опыта гораздо меньше. Так, значит, заселектили все вот это. Так, дайте я как-нибудь это все отформатирую, чтобы было видно, что происходит. Значит, здесь select. Вот такие штуки. Так. from users, left giant с обмишенными, дальше left giant с assignmentами, так, order by name. Так, дайте посмотрим, что происходит. Значит, у нас есть такая штука. Значит, мы сделали наших пользователей, посмотрели на все сабмишены для данного пользователя. Значит, дальше. Посмотрели на assignment, который относится к этому сабмишену. Дальше. Where great is not null. Это мы просто выкинули тех пользователей, у которых вообще нету. Нету оценки сейчас. Но все-таки, мне кажется, это не совсем то, что мы хотим. Я не вижу здесь усреднения по... Сейчас. Это мы пока что просто сделали такой select. А где здесь усреднение по... Здесь вообще какое-нибудь усреднение. Нет, я тут вывожу оценки просто по... А, я понял. Так, хорошо, а можно ли тогда... Все-таки, а можно ли сделать вот такую штуку без сабкверя, без вот такого... А можете еще раз озвучить, что вы пытаетесь там делать? Значит, и здесь я делаю следующую вещь. И я хочу... Давайте я просто это даже напишу. Для каждого... Значит, для каждого пользователя... Значит, для каждого пользователя и каждой его... Значит, и каждой его домашки посчитать среднюю оценку. На среднюю оценку посчитать тоже хитро. По всем... Значит, по всем субмишинам для этой домашки посчитать не среднюю, а максимальную оценку. Хотя со средней было бы еще интереснее. Сейчас максимальная, кажется, можно попроще сделать, чем я сейчас сделал. Значит, посчитать максимальную оценку в всем субмишин, учитывая, что она не может превышать... Vaxgrade данного assignment. Мне кажется, можно без дополнительного запроса. Сейчас я попробую. Ну, вот так, может быть, и можно. Интересно, можно ли посчитать... Можно ли посчитать среднюю оценку? То есть сначала... То есть, чего я хочу? Я хочу сначала по каждому... Значит, по каждому... Значит, от каждой домашке от каждой загрузки, от каждой работы, от каждого субмишина посчитать ту оценку, которая получается с учетом того, что для этого... Значит, для этой... Для каждого субмишина есть соответствующий assignment, а у assignment есть максимальная оценка, которую можно ему поставить. Вот. А после этого посчитать значит, для пользователей и assignment посчитать для вот этой пары. посчитать среднюю... Среднюю оценку, но с учетом вот этого вот... Вот этого вот фактора. Значит, вот сейчас я сделал здесь ровно... Ровно это, но... Только единственное, что я считаю не... Не среднее, а максимум. На самом деле, могу посчитать среднее. Вот давайте... Аverage от максимума можно взять. Average... Ну, от минимума, точнее. Можно взять Average от минимума. Да, наверное, можно. Значит, без дополнительного запроса. Давайте попробуем это как-нибудь сделать. Значит, понятно, как вот эта штука работает? Давайте вот так вот. Значит, есть ли вопросы по вот этому страшному синтаксису? Так, сейчас я переформатирую так, чтобы она была полностью была видна. Вот так должна быть полностью видна. Продолжение следует... Илья, у нас получается, что имеется в виду по всем субмишин одного пользователя? Да. Значит, у вас... Это через один запрос делается. Это вроде через один запрос делается нормально. Нет, ну как? Значит, мы для каждого пользователя хотим посчитать вот такую штуку. Ну как, ну вот, допустим, что я хочу, правда, поставить всем оценки. Это означает, что я для каждой пары пользователя Домашка должен выставить оценку этому пользователю за эту Домашку. Давайте считать, что у меня оценка считается как средняя оценка всех посылок. Значит, оценка за каждую посылку не может превышать максимума оценки, которая прописана в следующем ассайдинге. Вот такая задачка. Ну это странная формула оценки. Ну странная формула оценка. Допустим, я хочу, значит, допустим, я хочу, чтобы все сдавали не так, что сначала чуть-чуть сдали, а потом побольше сдали. А я хочу, чтобы, а я хочу всех мотивировать так, чтобы сдавали сразу полностью выполненную работу. Тогда довольно разумно посчитать среднюю оценку. По всем субмешинам. Почему бы и нет? То есть можно представить себе задачку, где такое понадобится. На самом деле, я, конечно, ставлю максимум. Но на самом деле, я ставлю последнюю загруженную оценку, кажется, сейчас на автомате. Если вдруг кто-то напишет, что случайно загрузил последнюю работу плохую, а предыдущая была лучше, то я ручками поправлю. Допустим, я хотел бы сделать вот так, как у меня сейчас получается. Так, ну что, может кто-нибудь сделать это с помощью одного запроса? Я так сходу не понимаю, как. Но я, честно говоря, после третьего джойна я уже начинаю путаться во всех этих штуках. Мне нужно уже как-то очень крепко задуматься, чтобы понять, как там все это собрать. Так, вот. Егор предложил некоторое решение. Давайте на него посмотрим. Значит, то это или не то. Давайте сначала посмотрим, просто получается такая же табличка или нет. Почему-то у меня странно копируется из этого чатика. Вместо переноса в строк копируется какой-то странный символ. Ощущение такая не получается, но я пока не понимаю, почему. Сейчас буду разбираться. Не знаю, может, моя таблица не проходит. Так, значит, select у меня закончился здесь. Дальше все идет вот так вот. так, непонятно. Сейчас можно, давайте мы вместо name сделаем id. игрец 6,8. У меня в счет 15. Так, давайте посмотрим, что здесь происходит. Значит, мы делаем такие джойны. Сейчас, нет, это кажется... А, это минимум от среднего. Нет, где-то должно быть... Просто мы делаем две разных... Мы делаем, на самом деле, две разных группировки. Мы делаем группировку... Сейчас, или нет? Значит, нужно понять, как вот эта штука будет работать. Будет она работать так, как надо, или не будет? Нет. Ну, по логике она группирует по человеку и ассайменту. То есть... Нет, нам нужно... подождите. Сейчас, а зачем здесь еще a name группировка? Потому что у нас у одного человека могут быть сабмишены разные ассайменты. А, ну хорошо. Ну окей, то есть это то же самое, что aid. Сейчас, по человеку... Сначала минимум брать, а потом average. Нет? Угу. Да. Нужно сначала минимум брать, а потом average. Ну то есть мы берем минимум sgrade maxgrade. А, ну да, да. Как для каждой строчки, а потом мы усредняем. Сейчас, можно это так сделать? Вот так что ли? Да. Минимум sgrade maxgrade, которая будет правильная, вот так что ли должно быть? О, смотрите, кажется, получается. Или нет? что-то результаты другие. Не знаю, где правильные. Можете, пожалуйста, ставить код на месте? Да, давайте, на котором, на этом или на... ненавидим. 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 А зачем нам wheregrade is not null? Я не знаю, Югор так написал. А что значит great is not null? Ну, не пустое. Типа он сдал... Нет, я понимаю, по смыслу, типа он не сдал решение, что ли? Я, короче, не помню. Но когда я первый раз такой делал запросы, у меня были там нано, и я их просто почистил. Казалось бы, это не должно никак повлиять. Сейчас. Я говорю, что сам нано повыкидывает, если что? Интересно, а минимум, кстати, повыкидывает или нет? Давайте попробуем убрать. Эту штуку у меня там нет никакого. Минимум, по-моему, не повыкидывает, потому что минимум... Ну, короче, нано это и есть минимум, в общем. Не знаю, вроде ничего не поменялось. Сейчас. Значит, мы выбрали... у нас есть пользователи, у нас есть assignment, мы сделали группировку по тройке. Пользователь и assignment. Но фактически по двойке. Вот это можно было заменить на просто у it. и не париться. Тогда нужно удалить first name и last name. Мне кажется, нет? Окей. Ну, он и так работает. Это может быть странненько, но он работает. так, чего теперь мы делаем? Значит, как работает вот эта штука? значит, мы... Ну, он просто, типа, для каждой посылки он берет минимум, он создает значение, равное минимальное из посылки и максимальной оценки. Да, это казалось бы, то, что нам нужно. По каждому студенту. Потом, да, по идее, нет, по идее он должен делать то, что нужно. Если этот минимум так работает, как мы ожидаем. Так, а почему результаты другого получаются разные? У кого ошибка? Можете наверх прокрутить. Таблица отличается от того? Ну, а таблица здесь явно отличается, вот результирующая. Здесь YS6, оценка 15. здесь YS6, оценка 8, если это тот id. А вы сверху тоже задачи решали? Мне кажется, что да. Почему у вас селекти максимум, а не минимум? Вот тут вот, вот тут. Да, потому что должен быть минимум. Все, теперь, я думаю, они сходятся. Ура! дартстарк 1.6. Ну да, похоже на то. Ну что, прикольно. Да. Короче говоря, вот этот минимум, он сработал до группировки, а average сработал уже после группировки, потому что average это как раз группирующая функция. Ну да, видите, получилось решить эту задачку без subqueries. Хорошо. Нет, а почему, Илья, минимум же тоже до группировки срабатывает? Потому что... Ну, минимум до группировки. У нас так много играет, и оно вот по каждой строке находит минимум. Ну, так и сказали. Сейчас, секунду. Значит, минимум сработал до группировки, а average сработал после. Вопрос, почему так же? Агрегатор, ну, агрегирующая функция, она при группировке работает, А минимум... Сейчас, но минимум теоретически тоже могут быть агрегирующей функцией. Но возможно, потому что мы здесь указали явно два столбца, и он понял, что это не агрегирующая функция. Похоже на правду? Да. Вполне, наверное. Ну, вроде так, семантически выглядит разумно, я не знаю, правда ли, что он так работает или нет. Ну, вроде сработал. Камер-элстат вроде похожий. Вот. Ну, хорошо. Значит, вот что-то мы такое обсудили. Спасибо Егору и Семену, которые в SQL разбираются лучше меня. Я узнал много нового за сегодняшнее занятие. Не знаю, как остальные слушатели. Но я точно узнал. Вот. Хорошо. У меня даже есть домашка про SQL, я ее, наверное, сегодня загружу. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну, тогда на сегодня, наверное, все. спасибо. Все, всего доброго. До свидания. Спасибо. субтитры, субтитры, Продолжение следует...